корона хорош нет на самом деле это ложь луческу не захотел тебе видеть шахтере для меня это был просто нереальный опыт отыграть в динамо почему ты перешел все-таки шахтер что тебя не устраивало динам мой титул шахтером на самом деле был очень и очень важен для меня мараис продался шахтер я очень горжусь тем что я играл за динамо пишут прямым текстом проститутка я говорил что они там говорили что я не буду играть что я пойду в дубль и еще не вмерла украины ни слова ни воля друзья всем привет сегодняшний мигисть форвард донецкого шахтеря и национальной збирной украины один из наикращих бомбардиров в истории чемпионате украины жуниор мараис для кращей коммуникации я на российскую мову перейду прохания жуниора для меня немае жодных проблем я на русском и жуниор у нас три фазы до разговора первый блиц короткие вопросы короткие ответы 2 основной основная часть и 3 жуниор мараис тренер до символическую сборную составляет поехали готов я настроился все хорошо конечно отлично любимое место в киеве дома много дома семья и она вот эта ситуация меньше гуляю но я очень нравится мама украина дайте стать красиво месяц там был но родина мать родина нас направлен футболист с которым ты хотел бы сыграть в одной команде месси месси тренер под руководством которого ты мечтал бы сыграть гуардиола любимое блюдо шуасков шашлык и сырник сырники до любимый напиток фреш и корона корона хорош холодно слайма да надо холодно надо обзад твой автомобиль любимый автомобиль вопрос ламбургини ламбургини можно в киеве ездить на ламбургини не не а в бразилии дорога тяжело в бразилии тоже на ночь что ты выберешь выиграть лигу чемпионов шахтером или чемпионат европы со сборной украины чемпионат и сборной украины окей друзья европейские чемпионаты поступово повертаются футболу стае все больше а значит цього літа ми нольювати не будемо звичайно футбол без глядачів це не ті емоції але можно запалить игру самостійно заходь на сайт фавбет шукай розділ акции став и полетели завантажуй додаток та роби ставки швидко жуниор переходим к основной части скажи пожалуйста ты следишь за своей статистикой да я читаю да ты знаешь сколько ты забил мячей чемпионатах украины если говорить за все время да в чемпионатах ну каждый месяц я стараюсь смотреть стараюсь следить но сейчас честно говоря из головы вылетела знаю что вроде бы еще нужно забить 30 с лишним голов чтобы действительно побить рекорд и стать наилучшим в украинском чемпионате корректно почти 28 надо забить у тебя сейчас 95 ты знаешь кому рекорд принадлежит знаешь этих футболистов да знаю я честно говоря не видел еще ни одной игры с ним но знаю об этом человеке очень много говорят ребров и шацкий но честно говоря их лично не очень хорошо знаю никогда не следил ребро на ребро ребров ты играл под его руководством даже даже выигрывал что-то да у него очень красивая история 123 у реброва и шацких у тебя есть мотивация побить этот показатель да конечно же огромная действительно очень большая мотивация но все-таки в этом последнем сезоне вот сейчас в этом сезоне мне немного расстроился потому что я играл на самом деле меньше поэтому цель немного отдалилась от меня в этом сезоне я хотел бы побить рекорд михитаряна но к сожалению возможно если бы выступал в каждом матче тогда бы у меня было больше шансов ну да ты сезон очень здорово начал регулярно забивал но как вот ты относится к тому что у тебя есть личные персональные цели как у любого нормального нападающего бомбардира забить как можно больше но с другой стороны есть задачи клуба а задачи клуба в том числе понимать что его лучшему бомбардиру 33 года и надо подтягивать ребят помоложе надо давать игровую практику опыт как ты живешь вот с этим конфликтом интересов можно сказать действительно есть такой внутренний конфликт это да меня конечно же есть мои личные цели я на самом деле очень очень много работаю для того чтобы в каждом сезоне быть еще лучше это моя самая главная мотивация поэтому да так и происходит я на самом деле очень счастлив тому что я прибавляю но в этом сезоне сейчас немного все отличается клуб возможно подготавливает уже более молодых игроков чтобы в одно прекрасное время заменить тех ребят которые уже ну возрастные скажем так я стараюсь понять клуб потому что если бы я был директором я также бы возможно думал о будущем клуба и ни в коем случае него личных целях там жунира нравится например но думаю что правильный диалог хороший разговор можно провести друг с другом и найти какой-то определенный компромисс я очень счастливы те ребята которые будут выступать также думаю покажут себя правильно я это понимаю видимо так должно быть особенно когда более молодые игроки они тренируются действительно работают сконцентрированы стараются и они заслуживают свою возможность и сегодня например фернандо это игрок который выступает на моей позиции у него есть огромнейший потенциал очень действительно отдается работе и потихонечку он должен зарабатывать свои возможности свое игровое время друзей дякую всем тем кто уже с нами кто еще не у вас есть шанс подписывайтесь на канал ватско лайв ставьте лайки то натискайте на дзвеночек який задзвонить саме тоди коли будет потребно ты первый футболист в история нашей программы который пригласил на съемку эфира к себе домой ты переехал за город обычно за город тянет уже на старости лет это старость я на самом деле слишком долго прожил в центре города но честно говоря очень сильно переживал всегда за своих детей за то что они действительно постоянно проводят все время в квартире школа и какие-то там футбольные тренировки на самом деле очень мало не контактировали с природой с животными просто с окружающей средой поэтому я подумал мы приняли решение со своей женой что мы действительно хотим изменить наш стиль жизни и на самом деле мы очень счастливы здесь за городом у нас мы можем срывать вот плоды из деревьев просто здесь фрукты какие-то делаем свои салаты с грядки я думаю что это богатство для нас богатство для наших детей вот это вот природа это старость я точно так же я понимаю на сто процентов слушай ну карантин на коронавирусный карантин я надеюсь дай бог уже позади видео в интернете было ты купил себе велотренажер ты занимался тренировался смотрю по тебе на поле здесь сейчас есть такой термин язык тела ты не выглядишь футболистом который стоит вот-вот перед завершением карьеры нет но я и пока что еще не хочу завершать карьеру далеко не закат я слежу за собой я постоянно работа чтобы профилактическая работа постоянные тренировки поэтом слава богу у меня никогда не было какой-нибудь ужасный совсем травма поэтому я себя чувствую на самом деле очень хорошо я играю думаю что возраст здесь не так важен но а те физические кондиции с которыми ты себя сейчас чувствуешь пока я буду счастлив пока я буду чувствовать себя хорошо я буду продолжать играть роналдо криштиан роналдо сказал что он же высчитал что будет играть до 42 лет нам на очень хорошем уровне и он очень много для этого делать у него целая команда людей которые следят за его здоровьем это диета это работа там фитнес и так далее тому подобное как у тебя с этим ты считал до скольки ты будешь играть футбол я стараюсь думать немного схожим образом с криштиана но я честно говоря вот с данного момента я думаю по контракт на у меня еще полтора года контракта с шахтером и до конца контракта я хочу чувствовать себя вот как сейчас смотреть все ли хорошо со мной такой же лио форме а тогда уже когда это закончится я буду думать что дальше буду делать своей жизни если мне не будет каких-либо травм если не будет каких-либо боли я буду продолжать играть я хочу поддерживать себя на высоком уровне пока я буду там я буду работать в тот момент когда я почувствую что моя физическая форма снижается что не чувствую себя хорошо что-то болит я закончу свою карьеру пока что я чувствую себя очень хорошо я думаю что когда карьера закончится мне будет новый определенный новый этап я думаю что тогда начнется что-то новое для меня какой-то другой вызов но это не значит что ваших закончится ни в коем случае это будет по-другому но я думаю что будет интересным что для тебя табу в обычной жизни что мешает продлению до карьеры что мешает поддержанию своей формы там роналда допустим алкоголь да не употребляет кто-то там есть только рыбу мясо не ест диета какие-то специально или ты или тебе пока это не надо ты пока и без этого окей порядке я думаю что в жизни всегда нужен баланс я слежу за собой я действительно делаю те обычные вещи которые люди следящие за собой делают но думаю что когда там у тебя выходной тебе также нужно отдохнуть ты обычный человек тебе нужно поесть выпить все что ты хочешь поэтому честно говоря у меня нет каких-либо табу вот прям в моей жизни в детстве ты занимался дзюдо я когда-то прочитал у меня разрыв шаблонов в бразилии где футбол этот ну в днк любого пацана дзюдо папа футболист брат футболист у тебя дзюдо зачем интересно да очень но мой отец тогда очень часто отсутствовал он постоянно работал его практически никогда не было дома моя мама она все-таки растила сама практически троих детей я думаю чтобы куда-то направить нашу энергию она нас отдала вот какие-то кружки например дзюдо но мы также играли футбол тогда поэтому бразилии всегда говорят кстати что дзюдо это важно для детей чтобы ты научился правильно падать защищаться и это не такой агрессивный бой как других видах спорта для детей поэтому дзюдо мне очень помогло это неплохо конечно не для не так как футбол но тем не менее ты начинал карьеру сантос там же в сантосе ну примерно в то же время первые шаги в футболе делал неймар я помню когда ему было лет 15-16 о нем уже говорили что это новые пиле вы знакомы с ним она да на самом деле было очень интересно то как он появился вообще сразу же такой молодой действительно смог показать себя люди начали говорить о нем постоянно везде он в чем-то отличался от других игроков и диего им нужно было доказать и потом все уже поверили в них а неймар все-таки очень молодой и все начали очень много о нем говорить еще даже до того как он стал профессионалом и это конечно же очень большое давление на него повесила но он смог с этим справиться как мы все видим и я очень его уважаю я знал его еще ну как маленького с раннего возраста действительно очень плотно контактировали с ним когда играли в сантосе иногда мы продолжаем общаться продолжаем разговаривать например мы иногда видимся на в отпуске я могу приехать к нему домой мы можем пожарить мясо вместо футболе поиграть и он меня зовет то есть абсолютно нормально мы общаемся я думаю что это очень круто это просто великолепнейший человек великолепнейший человек он слушай но он сейчас стал ладно тогда он подающий надежды там пацан ему 16-17 лет сейчас он суперзвезда колоссальное внимание там скандалы какие-то женщины там что-то от него хотят потом потом денег хотят и он не изменился он вот в быту он простой нормальный парень не звездный на самом деле очень интересно а потому что человек неймар вот за пределами камер за пределами футбола это очень и очень простой человек очень добрый это совершенно не тот же самый человек от которого мы видим по телевизору это вот не только мое личное мнение это мнение многих близких друзей которые его окражают они говорят то же самое я думаю что пресса другие люди вот построили вокруг него вот эту всю полемику вот все вот это что такое жизнь неймара что такое неймар но на самом деле вот он лично он возможно даже сам не понимает до конца насколько вокруг него все это раздуто потому что когда ты находишься к нему близко близко с ним дружишь он продолжает быть тем же мальчиком тем же шутником тем же простым человеком которого я действительно знал там когда ему было 13-14 лет но самый важный вопрос по поводу неймара ты возишь его футболе мы никогда не играли вместе я думаю что он не так давно кстати начал играть я уже все-таки много лет за спиной вот на этом карантине вроде бы он начал сейчас играть футболе поэтому ну ничего у нас вызов предстоит впереди еще встретиться в отпуске без всяких сомнений жунир твой отец бывший футболист твой брат бруно мараес выиграл лигу чемпионов в составе порту при же за маурине 2004 год для развития твоей собственной карьеры это была помощь или наоборот это было давление вот посмотри твой отец так играет а ты так не можешь как у тебя это было на самом деле очень умный очень хороший вопрос я чувствую себя привилегированным потому что дома я все-таки переживал карьеру жизнь своего отца я был рядом с ним я жил жизни своего брата поэтому конечно же у меня очень большой опыт после того как я насмотрелся что они могли делать у него там у отца были какие-то сложности либо либо какие-то хорошие моменты то есть у меня был вот этот пример у меня дома поэтому я чувствую себя в принципе привилегированным что такое вокруг меня происходило но когда был ребенок мне было очень сложно потому что мне постоянно нужно было доказывать что я был хорошим игроком и что я не был там только потому что этом сын того-то либо брат поэтому если вот нападающий который играл в клубе со мной забьет 2 гола нужно было забить 3 потому что это все-таки показатель конкуренции могли тогда сказать что то он здесь просто из отца просто сюда его привели поэтому мне нужно было постоянно показывать все-таки что я лучше что я могу чтобы добиться вот того что добился сейчас в украине ты сделал имя себе в донецком металлурге сезон 2013-14 когда ты забил 19 мячей всего лишь на один гол меньше чем луис адриана из шахтера уже тогда я очень хорошо помню тот период уже тогда эксперты футбольные наши тренеры селекционера где-то кулуарно где-то не очень кулуарно говорили что по своему стилю игры ты очень подходишь шахтеру у меня была информация что были переговоры металлурга донецка и шахтера по поводу твоего перехода в шахтер теперь скажи пожалуйста это правда что луческу не захотел тебе видеть шахтере твой трансфер не состоялся из-за луческу или это дома с нет на самом деле это ложь луческа наоборот старался привести меня в шахтер в 2010 еще даже году когда играл в румынии он постарался тогда привести меня шахтер 13-14 сезон до поэтому это совершенно неправильное возбуждение что туда почему почему тогда не ты не попал в шахтер но меня была определенная ситуация металлурге который меня очень расстроило и тогда вот это поддействовало на мой карьерный план что за ситуация расскажи мне был контракт металлургом на три года после первого года металлурге меня были определенные предложения и клуб отказал после второго года то есть тот год когда я забил 19 мячей у меня было предложение например от шахтера от динамо и от одного очень хорошего китайского клуба мы встретились с ним со свадом и со свадом города это было на сборах в турции на летних он действительно правил интерес он пошел напрямую разговаривать с дирекцией металлурга и снова же металлург отказал это на самом деле меня очень и расстроило потому что это был бы очень хороший шаг вперед в моей карьере играть шахтере в динамо либо даже в китайском клубе и вот последний год с металлургом это вот был последний год когда началась начался военный конфликт донецкий когда донецкому металлургу пришлось переезжать киев и сразу же после этого но исчез этот клуб поэтому на самом деле я очень тогда расстроился очень разозлился на металлург моя продажа в шахтер либо в динамо могла бы помочь клубу финансово и также помочь моей карьере потому что ну вы же понимаете уровень я думаю что я потерял все-таки 12 года я хотел бы вот добраться до высокого уровня еще моложе чтобы действительно у меня еще было там будущий переход куда-нибудь это вот мы мой план был карьерный почему я принял решение перейти в динамо очень интересно узнать тогда в том сезоне в динамо была очень-очень сильная команда действительно с экстраординарными игроками я чувствовал вот определенную атмосферу болельщики все это все-таки мы знаем сколько людей любят динамо и в каком городе мы жили я на самом деле после ужасной ситуации все-таки жена тогда была беременна мы жили в гостинице все было непонятно и динамо на самом деле это вот возможно был очень самый безопасный тот момент шаг в моей карьере я перешел динамо у меня было два с половиной великолепнейших года в этом клубе честно для меня это был просто нереальный опыт отыграть в динамо мой первый год у меня конечно не были такие высокие показатели там по количеству забитых мячей ассистов и возможно я индивидуально не так выделялся но с другой стороны все-таки мы стали чемпионами мы в одну восьмой финала лиги чемпионов классифицировать и наша команда тогда играла ну очень хорошо и лозу сидорчука и ландо было мило силу это действительно были была та команда которая играла очень ну очень хорошо ты забил кстати гол ворске который стал золотым а у нас тогда чемпионский титул выиграли чемпионство а кстати это было первое твое чемпионство карьере первый титул пример титул нас нет в сантосе мы были чемпионами в 19 лет я смог забить гол в финале который действительно принес нам титул было 70 тысяч человек на стадионе это была моя четвертая игра как профессионала это просто нереальное чувство также суперкубок мы выиграли с csk софия и стали чемпионами динамо динамо первый титул чемпионский в украине недавно вы праздновали шахтером чемпионство очередное есть разница восприятие первого титула и не первого второго третьего четвертого конечно же есть разница но все-таки первый титул это просто незабываемое ощущение когда ты становишься впервые но с другой стороны мой титул шахтером на самом деле был очень и очень важен для меня я могу сказать что он даже был самым важным до сегодняшнего дня потому что сегодня я могу сказать что я стал чемпионом за два наилучших клуба в истории страны и это для меня очень и очень большая честь ты называл многих футболистов динамо ты говорил что очень сильная команда приятно было с ними играть кто из футболистов динамо с которыми ты играл сейчас бы усилил шахтер вот сказал президент junior посоветуй мне сейчас футболиста то будет играть в основном составе сегодняшнего шахтера любой с которым я играл либо вот который играет сейчас нет когда ты был в динамо конкурса этого на сто процентов я я все нормально да они бы со степаненко рядом раздевалки бы сидели на самом деле такие эпизоды происходят в поле у меня также был эпизод такой в поле с дарию с ракицким и со степаненко но сразу же после игры награждение наилучших мы сразу же поговорили там извинились друг перед другом это ты вспоминаешь а тот момент когда ты драку устроил наш я на 5 игр дисквалифицировали сразу после игры вы все уладили да да потому что сразу после этого было награждение поэтому я их подозвал мы поговорили извинились друг ты извинялся или они нет я я извинялся я извинялся хорошо почему ты перешел все-таки шахтер что тебя не устраивало динамо что стало решающим фактором в твоем решении на самом деле я очень много хотел бы сказать свою позицию по этому поводу очень долго но знаю к чему это может привести я молчал некоторое время но сегодня совершенно спокойно я могу сказать что момент который я переживал в динамо это было отличный период для меня как я и говорил я очень горжусь тем что я играл за динамо но правда в том что мы у нас были непонятки с президентом я думаю что то как обсуждалось возобновление продления моего контракта это было неуважительно и некорректно настроился наш разговор поэтому с тех пор я принял решение что я не буду продолжать контракт динамо и я начал искать для себя какой-то новый вызов и вот из этих вот нескольких клубов появился интерес а что со стороны шахтера на самом деле было очень сложно принять это решение все-таки уйти из клуба главного соперника шахтера но тем не менее моя семья уже очень хорошо адаптировалась здесь в украине и я уже все-таки привык украинскому чемпионату возможно это был бы риск уходить куда-то в другую страну переезжать и честно говоря для моих целей шахтер это был бы просто идеальный клуб чтобы сделать шаг вперед и развиваться я продолжал бы жить в украине моя семья абсолютно то же самое не чувствует себя здесь очень хорошо играть в таком клубе все-таки гранди который играет лишь чемпионов который практически всегда сейчас последние годы становится чемпионом и у которого достаточно интересный стиль игры который мне помогает которому я очень легко могу адаптироваться поэтому это вот тогда меня посетили такие мысли и сегодня я могу сказать что это действительно был правильный выбор не очень счастлив и чувствую себя прекрасно за то что я отыграл все-таки но и продолжаю сейчас играть в двух украинских грандах это привилегия не для всех джуниор ты вспомнил переговорный процесс президента динамо киев игорь суркис давал интервью нам он тоже вспоминал ту историю и сказал что в динамо рассердился тот факт что ты якобы подписал предварительный контракт шахтером как он сказал всех обманывал несколько месяцев ты был у него в кабинете три раза и говорил что ты ничего не подписывал он говорит никому ты не признавался что договорился шахтером и подписал новый контракт на самом деле вот в последний месяц своего контракта я был больше все-таки в его кабинете в кабинете суркиса чем за все два с половиной года когда мы начали проводить переговоры о продолжении контракта он передал леные суммы через адвоката и все и я не принял это предложение когда появились новости в интернете что шахтер заинтересован во мне и мы подписали на самом деле тогда он начал совершенно неадекватно со мной говорить поэтому он тогда вроде бы наверно больше переживал за то чтобы я не приходил шахтер чем если бы я остался в динамо что значит неадекватно говорить он сказал что для вот пришел к нему в кабинет я сказал что я не подписывал ничего еще шахтером на канал или ясно я не говорил что я не буду подписывать я сказала я до сегодняшнего вот для ничего еще не подписывал вот такой у нас был разговор и и все а ты не подписывал его сына не поднет хорошо смотри чтобы я для себя хочу понять в этой истории но опять же я отталкиваюсь от каких-то правил понятий принципов подходов менеджмента европейского футбола у меня есть игрок я президент клуба у меня есть игрок у которого заканчивается контракт да заканчивается контракт через год обычно в европе футболистка у которого заканчивается контракт через год с ним или договариваться или не договариваются, если рассчитывают получить за него какие-то деньги, его продают. Расскажи, как у тебя проходил процесс, переговорный процесс с Динамо Киев? У тебя, допустим, не полгода до конца контракта, за полгода ты уже можешь преконтракт подписать законно и находить себе новый клуб. Почему вы дошли до вот этой стадии, когда ты мог спокойно подписывать преконтракт с новым клубом за полгода до окончания своего контракта? Почему раньше не вступал ты с клубом Динамо Киев переговорный процесс, клуб Динамо Киев не вступал или вступал? Как это происходило? Смотрите, что произошло. В последний год моего контракта у Динамо было предложение, чтобы я перешел в Китай, в китайский клуб. Я не хотел тогда переходить. в аренду. Потому что они хотели просто, чтобы это была аренда. Вот, за полтора года это даже было. Это Тяньцзин, да, правильно? Когда у тебя была дисквалификация на 5 игр, они тебя отдали в аренду в Тяньцзин, в Китай, да? Я не хотел. Я все-таки тогда переживал очень хороший период в Динамо. У меня было вроде бы 11 забитых мячей в чемпионате. Я хотел стать наилучшим, нападающим. У меня были большие шансы для этого. Либо я хотел, чтобы клуб меня продал, либо я продолжал бы клубик, по крайней мере, до конца сезона. Тогда было очень большое давление со стороны клуба, потому что клуб бы получил неплохую круглую сумму за то, чтобы я пошел в аренду. И это был последний день трансферного окна. Я отказал. На самом деле, действительно очень большое давление со стороны клуба на меня обрушилось. Я говорил, что они там говорили, что я не буду играть, что я пойду в дубль и так далее и тому подобное. Через несколько часов мне позвонили из клуба и увеличили сумму предложения, ну, для меня лично. Я подумал, что эта сумма достаточно интересна для меня. И сказал, хорошо, если не будет конфликта из-за этого с клубом, и вот эта сумма, окей, я поеду в Китай. Я пришел в офис, где нам, я подписал абсолютно все документы и клуб дал мне, предоставил мне контракт для продолжения автоматического. Я не принял. Я сказал, что нет, потому что все-таки клуб еще интересовался мною. И я ни в коем случае не хотел бы обновлять контракт, переподписывать его таким образом. То есть я сейчас хочу объяснить тем, кто нас смотрит, есть такая практика вообще в футболе. Если ты уходишь в аренду на полгода, обычно клуб предлагает продлить вот эти, компенсировать полгода этой аренды, еще продлевая твой контракт на полгода, на год, соответственно, на год. Если бы ты там в Китай уезжал на год, в принципе, это нормально считается, но ты этого не принял. Нет, не принял. Нужно было ехать в Китай и оставался год контракта. Мой агент начинает переговаривать с Динамо, есть ли у них интерес продления. Нет. Нет интереса. Это когда ты уезжал в Китай? Полтора года у тебя контракт. Уже нет, это уже был последний год контракта. Вернулся. Год контракта остается, понял? Нет. Окей. Я на самом деле начинал все с нуля тогда. Потихоньку страсть заработать позицию, снова свою позицию в клубе с новым тренером. Я очень даже неплохо начал в Лиге Европы. Я действительно привносил свой вклад в команду, помогал клубу. И тогда я старался побороться за наилучшего нападающего в Лиге Европы. Чиру и Мобили, да, 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 да. И тогда появился интерес очень многих клубов с разных сторон. И, кстати, Динамо снова же заинтересовались, чтобы продлить со мной контракт. но, когда мы начали обсуждать все вопросы контракта, они мне предложили тогда не такой хороший финансовый контракт, как это было раньше. И, конечно же, я не принял. Я хочу уточнить. То есть они предложили тебе продлить контракт на условиях хуже, чем у тебя были к тому времени. Да. Понял. Я не принял. Спустя некоторое время они снова же мне позвонили, позвали меня. И тогда я же говорил, что у меня нет больше интереса продолжать общаться. Ну, потому что все-таки мой контракт уже подходит к концу. И что я уже думал о каком-то новом, совершенно другом вызове. Но президент все-таки настоял на разговоре, чтобы он состоялся. И он назначил встречу для моего агента, чтобы она прилетела из Швейцарии, чтобы мы обсудили продление контракта. И она прилетела, приехала в клуб. И ее принял адвокат клуба. А не президент. и они показали то же самое предложение о контракте, которое они показывали мне. Поэтому мы приняли решение вообще прекратить общение и смотреть уже в будущее, не зацикливаясь на этом. Вот, в принципе, вот так и произошло. как ты относишься к словам, которые очень часто звучали после твоего выбора «Морайс продался Шахтеру»? Искренне. Не обращаю внимания. Сегодня я могу сказать, что это было наилучшее решение, которое я принял. Это было решение не принято из-за денег, ни в коем случае. Но да, я думал о своей карьере. Если там вот миллион человек подошел бы ко мне и обсуждал бы меня, неправильно поступил, неправильно себя вел, я бы вообще минимально на них не обращал внимания. Потому что я знаю, что я был корректным все это время. И я для своей карьеры сделал самый правильный выбор и дал определенное решение для «Динамо». Поэтому сегодня я очень счастлив и чувствую себя просто прекрасно. Я очень горжусь, повторюсь, тем, что я играл в «Динамо». А сегодня чувствую себя очень и очень, действительно, очень счастливым, что я могу играть в футболке «Шахтера». В «Шахтере» у тебя зарплата выше, чем в «Динамо»? Мой первый контракт был больше, на 10%. Ну, где-то на 8%. Меньше, чем было в «Динамо»? Больше. Больше, чем было в «Динамо». А ты переподписал контракт уже после того, тебя по-другому оценили, да? Угу. Лучше? Бля. Да. Скажи такую вещь. Ты играешь в футбол из-за денег? Да. Нет. Нет. Честно, никогда у меня деньги не стояли на первом месте. Деньги очень важны. Без сомнений, очень-очень важны в нашей жизни. Но, честно говоря, в моей карьере я никогда не принимал решения из-за денег. Вот не подписал бы я с «Шахтером», я бы подписал с «Китайским клубом», «Дубай», «Арабские Эмираты», какие-то любые другие предложения, которые были финансово очень-очень больше, чем «Шахтер». Из Китая, из «Арабских Эмиратов» были лучше намного предложения, чем «Шахтер». Да, да, да. Переходя в «Шахтер», ты отдавал себе отчет о том, что болельщики «Динамо» захейтят, тебя будут уничтожать. Ну, сразу, ты выставил в Инстаграме такое прощальное письмо, да, поблагодарил «Динамо» болельщиков, и там, ну, просто понаписывали очень много оскорблений люди, болельщики «Динамо». Для них, ты осознавал, что для людей, болельщиков «Динамо» это больно, что из их команды любимых игрок переходит в стан самого большого врага. Этот фактор тебя не смущал? Ну, я на самом деле никогда не сильно переживал по этому поводу, потому что у меня была очень крепкая связь, такая любовь с болельщиками «Динамо». на самом деле, да, было сложно. Но мне нужно было принять решение лучшее для своей карьеры. В интернете было действительно очень-очень много плохого, очень много негатива. «Динамо». Но то, что интересно, это то, что в Киеве, в ресторанах, на улице, в барах, везде, где я был, никогда ко мне плохо никто не относился. Ни один болельщик «Динамо» меня там оскорблял либо говорил мне что-то ужасное. На самом деле, меня очень обрадовало. Был один человек, один болельщик, который просто проходил мимо на улице, и он меня узнал. И он спросил, «Джунир, а то, что ты сделал, было неправильно?» «Да это неправильно, так нельзя». А я его подозвал и объяснил ему, что произошло. Как вот я объяснил сейчас, и я спросил ему, что бы вы сделали на моем месте? И он сказал, «Джунир, но все-таки вы правы, вы правы. Я, честно говоря, даже и не думал, что так может быть. И просто ушел». Поэтому, я думаю, что болельщик, настоящий болельщик, сердечный болельщик, искренний болельщик, конечно же, это непросто для них было принять вот такую ситуацию. Но все-таки, с другой стороны, я повторюсь, я думаю, что я сделал наилучшее решение для своей семьи и для своей карьеры. Мне очень интересно твоя реакция на то, что происходит вокруг твоего имени в матчах «Шахтер-Динамо». в интернете пишут прямым текстом «Проститутка» в твой адрес. На трибунах тоже баннеры, куклу повесили. Ну, ты видел, наверняка, это не секрет. Много оскорблений в твой адрес. Тебя это задевает, тебя это угнетает. Или тебя, наоборот, это дополнительно мотивирует, чтобы сыграть сильнее за «Шахтер» против «Динамо»? Ну, это связано немного так же и с политикой. Почему? Потому что есть определенный сектор, который все-таки фан-сектор «Динамо», они очень верны «Динамо». Я никогда не видел, чтобы на других секторах было что-то подобное. «Динамо». Ну, да, это ультра-суда, конечно. Поэтому у меня, честно говоря, не было никаких проблем с этим. Понятно, что ты не радуешься, ты не счастлив, когда видишь такую ситуацию, когда это у тебя перед глазами. Но, честно говоря, как бы у меня не было прям супернегативной какой-то реакции по этому поводу. Я думаю, что все-таки да, наоборот, мне это давало больше желания выиграть, показать себя, действительно, доказать им, что у них был очень-очень квалифицированный нападающий и который все-таки оставил определенную историю в Украине. А клуб недооценил. Расскажи, пожалуйста, о своем восприятии истории, когда футболисты «Динамо» в твой первый матч за «Шахтер», да, суперкубок, футболисты «Динамо» демонстративно отказались пожать тебе руку во время приветствия. Это стала для тебя проблема? Нет. Некоторые игроки мне позвонили и извинились потом. Они сказали, что у них было собрание, предматчевая, и тренер сказал игрокам, чтобы они со мной не здоровались. Была такая установка. это был возможно какой-то определенный способ как-то повлиять на мой психологический настрой, чтобы я возможно расстроился и что-то сделал неправильно. Если бы это было поведение самих игроков и их решение со мной не поздороваться, я, конечно же, честно очень бы расстроился, разочаровался. но так как это было указание, установка свыше, я, честно говоря, даже не расстроился. Я даже наоборот обрадовался, что ребята позвонили мне потом, чтобы объяснить ситуацию, что произошло. И это на самом деле показало мне вот ту доброту, вот эту дружелюбность, которую ребята ко мне проявили, что наша дружба продолжается. очень обрадовался. Ты иностранные футболисты или украинские? Все. Ну, не все, но и те, и другие. Хорошо, просто в то же время примерно интервью Буяльского, вы там чуть не подрались по трибунам помещения, не в той игре, а примерно в то же время, да, период отреза. Потом пенальти, который ты не забил, ворота Динамо, Бойко там так агрессивно тебе что-то говорил, правда, я по видео еще раз пересматривал, мне кажется, ты ничего не понял, у тебя такая прострация была, взгляд где-то далеко. Как ты эти истории прокомментируешь, эти эмоции и ваши отношения? Бойярский, этот игрок, мы очень хорошо всегда взаимопонимали друг друга. мы всегда там шутили друг с другом на тренировках, на играх, что он там ищет меня, чтобы сыграть, я ищу его, поэтому всегда была такая взаимосвязь. Я думаю, что это непросто было для него понять. Но сегодня, например, в сборной мы также общаемся вместе, то есть нет никаких проблем у нас с ним. С Бойко было немного по-другому. когда он перешел в Динамо, он пришел таким вот немного, возможно, неуверенным, потому что у него был опыт за пределами страны, ну то есть и ребята, которые разговаривали на испанском, в раздевалке говорили, что чувствую себя более спокойно, уверенно, то есть все хорошо, и мы там очень хорошо общались. Я думаю, что в какой-то определенный момент он захотел вот обвинить меня в той ситуации, чтобы вот возвысить себя перед болельщиками. Потому что если я хорошо работаю, если я даю результат своему клубу, мне не нужно говорить там что-то и обсуждать других людей, чтобы меня полюбили. Поэтому я понял, что некоторые игроки начали все-таки это делать, используя мое имя. Вот тот эпизод сбойка, когда был пенальти, у него есть все право делать это. Потому что за одну игру вот в предыдущем матче, когда Коваленко забил на последних минутах, я также ему кричал. Поэтому, возможно, это был его ответочка в мою сторону. А ты почему кричал? Потому что вот были определенные интервью до этого, где из-за моей ситуации они старались, как я сказал, продвигаться. я не посчитал это корректным. Поэтому, когда мы забили гол, вот в последний момент вот эти вот эмоции, великолепный гол Вити Коваленко, я действительно тогда кричал ему. И потом вот пришла мне сдача. Вот такая, потом он еще громче на меня покричал. Честно говоря, это не проблема, это все-таки в поле. это ситуация из поля, это нормально это происходит. Ты злопамятный человек? Раньше, когда я был помоложе, возможно, я был более взрывным и злопамятным, да. Если у меня были какие-то там проблемы, я сразу же взрывался, обсуждал и потом еще долго обдумывал. Но со временем я постарался начать понимать, как справляться с такими ситуациями, и я рад себе. я сейчас очень счастлив, потому что я не покупаю проблемы других и не запоминаю их. Много людей, которые играли против тебя, не с тобой в одной команде, а против тебя, говорили, что ты очень противный на поле. Говорили, что ты можешь локтем ударить, ущипнуть. Русский язык ты выучил идеально в плане слов, которых нету словаре. обматерить можешь. Как ты это прокомментируешь? Ну, я тот человек, который вот могу такое сделать. Нападающим очень часто достается от защитников. Большинство времени мы все-таки спиной к защитникам. И верю, что судьи больше защищают все-таки защитников, чем нападающих. Это в любой точке мира. Если какой-нибудь там есть определенный фолл со стороны нападающего на защитники из-за того, что он там просто старается защитить мяч, если вдруг нападающий старается удержать мяч и подходит сзади и что-то делает защитник, это не фолл. Это не считается. Я думаю, что вот не по-равному нас оценивают. Поэтому я стараюсь защищать сам себя. Я, честно говоря, никогда не был там плохим человеком. Никогда такого. Никогда не хотел там кому-то сломать ногу и никогда этого не делал либо специально что-то. Никогда. Но я за себя могу постоять. я стараюсь защищаться, чтобы меня не травмировали и я не ударился. Ты любишь провоцировать на поле? Словами? Вывести защитника из психологического равновесия? Ну, зачем? Ну, когда я был помоложе, я больше провоцировал. Постоянно, постоянно в каждой игре провоцировал. Действительно. Сейчас просто вот эти вот эмоции вот это просто уже часть моего стиля игры. Но, поменьше. Кто самый сложный для тебя защитник в чемпионате Украины? Со всех времен? Да. Кочереди и Ракицкий. А вообще самый противный защитник, против которого ты играл в мире? Сейчас Кочереди и Ракицкий. Атаминди. Скажи, пожалуйста, правда, что в твоем переходе в Шахтер огромную роль сыграл Дарио Серна? Да. Да. У меня были с ним личные разговоры. И да, действительно, он поучаствовал в моем переходе. Это нормально, когда игрок одного клуба играет решающую роль в трансфере игрока другого клуба? Но, если это умный игрок, если он эмоционально подготовлен, чтобы выполнить такую задачу, думаю, что да. В то же время, если это не умный игрок, и он может ляпнуть все что угодно, это будет катастрофа. В этом случае Дарья это очень умный, интеллигентный человек. Он очень хорошо выполняет эту задачу. Сейчас Дарья назначен новым директором по футболу по футболу в шахтере. Скажи свое мнение. Дарья не как футболист. Сейчас, когда вы сезон отработали, он в качестве помощника, тренера, теперь он директор по футболу. Дарья не футболист. Дарья в рубашке, без галстука, без галстука, вот эта пуговичка расстегнута, рубашечка приталенная, брючки в цивильном. Он настолько же важен для клуба, для шахтера, для команды, для раздевалки, как раньше в качестве капитана клуба? Мой первый год в шахтере. Это действительно был великолепнейший год. Но я тогда вот понял, что в клубе не достает такого вот лидера. не хватало лидера, который перед этим ну огромное количество времени много-много лет провел в шахтере, которого все уважали. И когда Дарья вернулся вот сейчас, я на самом деле очень-очень обрадовался. Потому что это тот человек, который действительно тянет игроков, все его, все игроки его очень-очень уважают. И у которого есть определенное видение поля и видение от клуба вне поля, администрации. И который действительно может сделать очень-очень много положительного для клуба. Как для игроков, так и для офиса клуба. если я попрошу тебя одним словом объяснить разницу между Динамо и шахтером, какое это будет слово? Организация. Организация. А теперь можно чуть детальнее? Сложно говорить. Наверное, когда я напишу свою книгу, я объясню получше. Ты планируешь написать книгу? Да. Когда мы ее увидим? Я уже жду книгу легендарного Виктора Леоненко пять лет. Он как бы анонсирует ее каждую неделю, но пять лет уже прошло. Когда твоя книга выйдет? Я надеюсь, что вот в течение года я начну писать. Я вот хочу до того, как мой контракт здесь закончится, я уже начну. Я хочу вот уже потихоньку начинать подготавливать. Название есть в книге? Тейнон? Пока еще нет. Я уже начинаю вспоминать какие-то факты, что-то записывать, оставлять какие-то заметки. но это оставим чуть-чуть на попозже, не сейчас. В Шахтюре у тебя практически нет конкуренции. Давай так говорить, ты беспрекословный форвард номер один, форвард основного состава, ты опытный, ты забивной. Ребята Фернандо, Даня, Секан, они помоложе гораздо, им еще надо немножко пороха этого понюхать, пороха больших игр. Все понимают, что в топ-матче будет играть Джуниор Морайенс. Отсутствие конкуренции. Я не хочу обидеть ни Фернандо, ни Данила, но я просто читал Даня Секан интервью, он четко понимает, да, он еще молодой, ему еще надо немножко окрепнуть, прибавить. отсутствие вот этой конкуренции для тебя лично не мешает тебе работать над собой, держать себя в тонусе, прогрессировать, развиваться. Говорят, конкуренция это двигатель прогресса. В любой отрасли. В футболе, наверное, в спорте вообще это однозначно. как ты это воспринимаешь? Ну, с тех пор, как я понял, что моя конкуренция, моя мотивация, это живет все внутри меня самого и мои, я думаю, цифры говорят обо мне. Даже если там у меня был бы конкурент клуба на мою позицию, у меня есть вот мое собственное решение, что я должен играть всегда и всегда на своем наилучшем уровне. Независимо от того, есть ли вот какой-то человек, который играет со мной либо нет на моей позиции. И вот эта вот ситуация того, что я играю всегда, 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 честно говоря, ни в коем случае не заставляет меня переживать и расслабляться. У меня всегда есть какие-то определенные цели внутри себя в играх, количество голов, ассистов. Я стараюсь этого добиться. И чтобы все-таки этого добиться, чтобы это заработать, мне нужно показывать себя наилучшим образом. В Динамо было вообще по-другому. В Динамо был и Теодорчик, и Артем Кровец, и Мбакани, да, был. Каждый хороший нападающий, каждый это нападающий, который оставил след в Динамо и в футболе вообще. И там, как там была ситуация? Бывает же такое, что на тренировке выглядишь, ты чувствуешь, ты сам для себя считаешь, что выглядишь хорошо. Да, ты сыграл хорошо в игре, а тренер ставит, ну, Мбакани, допустим. Когда я играл с Мбакани, мы играли вместе определенное время, вот иногда. Мне на самом деле очень нравится, когда вот в поле есть два игрока, которые вот со взгляда друг друга понимают. понимают. Из Мбакани у нас на самом деле была вот такая взаимосвязь. Мы старались вот вместе добраться до ворот, вместе забить гол, вот как-то все сработано в определенном эпизоде. Я ему мяч, он мне мяч в другом эпизоде. У нас вот не было вот этой вот индивидуальности, вот что там, я забью, а он нет. Нет, ни в коем случае. Я думаю, что на самом деле классное чувство, что вот у тебя есть кто-то, с кем ты вместе можешь чего-то добиться, чем вот сам по себе, просто сам. Мне это на самом деле нравится. А в Шахтере есть такой футболист, которого ты понимаешь с полузгляда, и он тебя? я думаю, что нам числа, статистические данные говорят, что я и Марлос, я огромное количество ассистов ему дал, и он со своей стороны также, огромное количество ассистов в мою сторону, и это очень круто. Тайсон и Исмаиле это также те ребята, которые вот друг другу очень помогают, и мне отдавали тоже много ассистов. Я думаю, что вот этот вот стиль игры в футболе, таковок есть у Ана Патрика, Марлоса, Тайсона, которые на самом деле вот радуются, когда просто дают ассист. Я думаю, что все ребята нового поколения уже начинают понимать или понимают, что если ты забьешь гол, тебя будут ценить индивидуально. Поэтому сегодня там защитник хочет забить гол, там полузащитник, вингер. Я думаю, что футбол немного изменился. Мне это не очень нравится. Ты говорил, что у тебя были предложения из-за границы, но ты решил продолжить играть в украинском чемпионате, остаться в Украине. Понятно, что семья это очень важная часть выбора любого мужчины, да, когда он смотрит на свои перспективы. Мне интересно, почему тебе интересно играть в украинской премьер-лиге или неинтересно? Интересно, но я думаю, что размер клуба, такого, как шахтер, который выступает в лиге чемпионов, который становится сейчас постоянно чемпионом каждый год. Это вот определенные факторы, которые действительно меня заставляют принимать такое решение оставаться здесь. Когда мой контракт с металлургом также заканчивался, у меня также были предложения извне, из-за границы. А я принял решение остаться в Украине, потому что я уже адаптировался, потому что я хочу играть в клубе, который играет в лиге чемпионов. И это клуб, который в стране, в стране очень запоминающаяся история и всем известная. Поэтому мое решение всегда строилось вот на безопасности. Все-таки продолжать в той стране, к которой я уже привык. Но, тем не менее, играя всегда в грандах, которые, как я и сказал, выступают в лиге чемпионов и борются за титул чемпиона. Если вы выберете три топ-лиги европейских, в Испании, Барселана, Реал Мадрид, Атлетикой Мадрид. После этих уже не играют в лиге чемпионов. Ну, там, год да, год нет. Но они не борются за титул чемпиона. Валенсия не станет чемпионом, Северия там не станет чемпионом. Поэтому я принял решение остаться здесь, в клубе, в котором я могу быть чемпионом. И вот здесь. Вот это были, наверное, самые главные факторы, которые меня привыкли. Перелик к тому, что я играл в Динамо и в Шахтере. О сборной хочу поговорить, конечно же. Слс. Артем Кровец, твой бывший одноклубник по Динамо Киев, в интервью нам сказал следующее. Я не понимаю, за что играют натурализированные игроки в сборной. Я играю за страну, за людей. На 100% уверен, что у Морайса нет таких чувств в Украине, как у меня. два вопроса теперь. Какие у тебя чувства к Украине? Это первый вопрос. И второй вопрос, за что ты играешь в сборной Украины? Я чувствую себя действительно украинцем. Я родился в Бразилии. Есть, конечно же, культуры, которые я переношу с собой через все эти годы, потому что я там родился. Но, когда я перешел в Донинский Металург, вот до сегодняшнего момента, когда я в Шахтере, я думаю, что у меня была очень красивая история в этой стране. Когда страна начала переживать наихудшую ситуацию, мы все знаем, о чем я говорю, я не покинул страну и не уехал. Я ни в коем случае не оставил клуб из-за этой ситуации. Моя семья обожает Украину. Всегда, когда мы говорим о каких-то там предложениях из других клубов из-за границы, моя жена всегда мне говорила «Жуниор». Конечно же, последнее решение за тобой, но мы любим Украину. И мы себя очень-очень хорошо здесь чувствуем. Я, да, я себя чувствую украинцем. Я очень-очень многому научился в Украине. Действительно, очень многому. украинцем. Я думаю, что разница в культуре от Бразилии до Украины, конечно же, огромнейшая. И это меня заставило увидеть, что есть хорошего в Бразилии и то, что есть хорошего в Украине и совместить. Я очень-очень многому научился здесь, на самом деле. поэтому да, я чувствую себя украинцем. Мне здесь нравится. Почему я играю в сборную Украины? За что? За что ты играешь в сборную Украины? Честно говоря, мне не нужно было бы так рисковать. Я могу потерять там огромное количество денег, потерял из-за вот этой смены документации, там, Бразилия, Украина. Сам бы себе заработал эту головную боль. Я тогда бы потерял и потерял вот эти вот выходные, когда сборные играют в FIFA. Потому что иногда у тебя там может быть какая-то травма и у тебя есть время там несколько дней, чтобы прибавить в физической форме, там, восстановиться или просто, чтобы стать лучше. Так как я сказал, что я чувствую себя украинцем и я хочу вот прочувствовать на себе, что это защищать цвета страны. Если все-таки я пережил, как я сказал, хорошую историю здесь, в Украине, если я чувствую внутри себя украинцем, почему я не мог бы принять этот вызов? Я на самом деле вижу, что украинцы очень большие патриоты и если у меня есть возможность играть и радовать публику, радовать украинский народ, почему нет? Играть в сборной с таким, под руководством такого лидера, как Андрей Шевченко, это все-таки не для каждого, не для всех. Что ты ощущаешь, когда звучит гимн Украины? Ну, кстати, вот в последней игре я еще думал об этом. Всегда, когда играет гимн, я, честно, когда выхожу на поле каждый раз играть, я благодарю Бога за то, что я нахожусь сегодня там, вот где я нахожусь и что, все хорошо. Потому что, когда я был в Металурге, я мечтал там играть в Динамо, я мечтал играть в Шахтерию, я видел, я следил за игроками, я смотрел, что, чего добиваются эти клубы. Я действительно тогда просил Бога, что дай мне возможность когда-нибудь там играть. Я постоянно молился, я очень хотел играть здесь. Я действительно страдал много, поэтому всегда, когда я выхожу на поле сейчас, я благодарю Бога про себя. И у меня вот какие-то флэшбэки есть вот в голове, как я играл там в Металурге в Динамо, в Шахтерию. Вот это вот история, поэтому всегда приятно слушать гимн. А ты знаешь слова о гимнах Украины? Я знаю немного, но не весь. Споем? А вы мне поможете? Конечно. Давай. Три-четыре. Ти-четыре. Ну нормально. Пинуть наши вороженьки, як росся на солнце, все запануем, и мы, братя, у своей сторони. Я тем проблемой с музыкой. Ну у меня есть проблема с музыкой. Я всегда меняю слова местами, я ужасно пою. Но гимн даже вот получился неплохо. Да, это мы еще не ели борщ с салом. Ты пробовал сало? Киллогурдер? Да. 50 грамм самогончика. Я люблю борщ. Сырник я люблю. Сало. Цибуля. Цибуля, да. И водка, горилка. Водка меньше. У меня есть проблема с водкой. У меня проблема с водкой. Проблема почему? Когда выпиваешь, сильно добрый становишься? Я не могу много выпить, потому что чувствую себя не очень после этого. Лучше пивка. Да. Одно пиво. Одно пиво? Ну хорошо. Скажи, пожалуйста, по-человечески, как тебе далось решение о смене гражданства? Кто влиял на принятие твоего решения? Как отреагировал отец, мать, родители? На самом деле, до того, как принять на столь важное решение, я очень много думал. Очень-очень много думал. Я говорил со своими родителями, со своей женой, с моим агентом, которые действительно имеют очень большое влияние на меня и со мной. с некоторыми игроками, с которыми я играл, которые достаточно умны, которые могут дать мне просто отдельный совет. и я всегда с ними консультируюсь, когда есть какие-то вопросы. И все очень хорошо отреагировали. Они сказали, что это может быть отличный новый вызов. Некоторые ребята с моей позиции, конечно же, могли там немного позавидовать, ревновать, но с другой стороны, я мог просто пережить просто все-таки нереальнейший опыт. Я люблю эту страну, люблю здесь играть. Поэтому вот это решение далось мне вот таким образом. Ну, давать на чистоту в кулуарах. Я не раз слышал о том, что в первую очередь заинтересованным в смене твоего гражданства твоего и Марлос был клуб Шахтер. И что Шахтер вам предложил там баснословные гонорары за то, что вы поменяете паспорт. Сколько предложил Шахтер? Я не на гривну больше не заработал. Это я могу сказать вот абсолютно искренне и уверенно. Я ни в коем случае, еще раз повторюсь, не принимал это решение с финансовой стороны. Я могу вам это доказать, я могу показать вам всю документацию, все, что я не получил ни на одну гривну больше вот за то, что я сменил гражданство. Это на сто процентов было только мое желание из-за любви к стране. В сборной Украины тебе легко было адаптироваться? Меня очень хорошо приняли. В первый раз, когда меня вызвали, конечно же, я немного знал, чего мне ждать, но когда ребята со мной поздоровались, то есть приняли, поздравили меня с тем, что я теперь являюсь частью команды, это на самом деле вот буквально гору с плеч с моих сняло и я очень расслабился и хорошо себя начал чувствовать. Поэтому я тогда настраивался и понял, что вот я без проблем могу тренироваться и играть за сборную. На тебя не дает ситуация, что ты провел пять игр за сборную, но все еще ни разу не забил? Да, это действительно давит. Очень давит. Но все-таки нужно понимать, что мы играли против сборных высочайшего уровня. Я думаю, что вот это вот мое желание забить первый гол, вот, сделать это. Я думаю, что нужно еще работать. Но получится, ничего, получится. Если Бог захочет, он меня туда принесет, поставит и даст меня забить. сейчас основной форвард сборной Украины Роман Яремчук, который в свое время не выдержал конкуренции в Динамо, в том числе с тобой. Конкуренция. Он заслуженно сейчас номер один нападающий сборной Украины? Сильно изменился за последние три года? Не, на самом деле да. Он мне действительно очень нравится. Мы, когда играли вместе в Динамо, мы очень много общались. Когда он принял предложение перейти в бельгийский клуб, мы тогда очень много общались. Я говорил, что это для тебя будет новый опыт, что ты очень многому научишься. Играть за границей это все-таки по-другому. И я говорил, что нужно очень много работать. И он работал, потому что это действительно очень квалифицированный нападающий. И что вот эта возможность выступать в каждом матче помогла бы ему прибавить и вырасти. В Динамо все-таки у него не было возможности выступать в каждом матче. Я очень счастлив за него. Я очень счастлив в его выступлении. Он очень важный игрок для сборной. Поэтому да, он абсолютно заслуженно выступает сейчас. Перенос чемпионата Европы на год для тебя проблема? Ну, я верю, что сборная тогда переживала очень особенный период. и мы знаем, что в футболе все очень быстро меняется. Я верю, что для украинской сборной было бы, конечно же, лучше сыграть уже сразу в этом году. Но, с другой стороны, UEFA приняли определенное, правильное, корректное решение из-за всей этой ситуации, которую мир переживает сейчас. поэтому нам сейчас нужно понять, как мы подготовимся на следующий год. Надеюсь, что мы все будем на высочайшем уровне, чтобы действительно в евро сделать свой вклад в историю. Ты лично, я думаю, что, ну, давай так, ты лично как часто думаешь, что в следующем году будет 34? Когда будет чемпионат Европы, у тебя в апреле день рождения, если я правильно помню, когда будет чемпионат Европы, это пойдет 35-й год. Нет, ну, зависит от физического состояния. Как я и сказал, если я буду чувствовать себя хорошо, если я буду показывать перформанс в высоком уровне, почему нет? Я буду очень счастлив. Если, конечно же, я не буду себя чувствовать хорошо физически, если я пойму, что я не смогу играть в футбол, и я пойму, что я не заслуживаю, ну, что тогда поделаешь? Тебе нужно либо хорошо себя чувствовать и хорошо себя показывать, тогда ты будешь играть и за сборную и везде. Если нет, ну, тогда что сделать? ты как-то готовишь себя уже сейчас к жизни после футбола? Да. На самом деле, этот карантин, вот, я очень много думал за этот карантин по этому поводу. Все-таки, остальное все время мы живем-то футболом. У меня, я вот, переживал достаточно особенный период со своей семьей. Понятно, что вся эта ужасная ситуация с коронавирусом, это действительно ужасно. Но карантин, вот, в моем случае, это было, нельзя так говорить, но чем-то даже хорошим. Сейчас моему сыну пять лет и у меня не было вот такого близкого контакта с ним за все эти годы. Вот это вот близости со своей семьей постоянная, потому что у нас были постоянные перелеты, постоянные игры. Вы знаете, что такое футбол. Я воспользовался этим временем также, чтобы почитать что-нибудь, научиться чему-то, подумать о будущем. Я думаю, что это всегда хорошо, что ты прибавляешь, эволюционируешь, научишься чему-то новому. И было такое время. Кем ты видишь себя после окончания футбольной карьеры? Хороший вопрос. Я на самом деле на весы ставлю всегда вот за и против. Я обожаю футбол. Быть тренером это что-то, что меня бы очень обрадовало. Но с другой стороны вот эта вот рутина футбольная. Я уже живу там 13, 14, 15 лет перелеты, сборы, заезды, переход из клуба. И это определенная вещь. Я все-таки хочу проводить больше времени со своей семьей, когда я закончу играть. Я думаю, что я буду каким-то бизнесменом. Денег, которые ты заработал и продолжаю зарабатывать за время футбольной карьеры, тебе хватит на то, чтобы ты и твоя семья ни в чем не нуждались после окончания твоей футбольной карьеры, даже если ты не будешь ничем заниматься? Я и моя семья на самом деле мы живем очень просто. Нам не нужно какие-то там наилучшие одежды, топовых, самых дорогих марок, какие-то там бриллианты, какие-то украшения, драгоценности. То, что мы стараемся пребывать нашим детям, немного другое. Мы говорим больше о характере, о образовании, о том, что действительно ценится в жизни. Я думаю, что да. Я думаю, что все эти деньги, которые я заработал до сегодняшнего дня, начиная, когда вот я уехал еще из Бразилии, вот с 2010 года я всегда старался откладывать деньги, не растрачивать свою зарплату на какие-то свои желания. Я старался всегда тратить минимум и старался потихоньку учиться инвестировать куда-то средства. У тебя есть какой-то бизнес? У меня есть маркетинговая компания в Бразилии. Последний вопрос. Твоя футбольная мечта сбылась? Но большинство моих мечтаний да. Выиграть Лигу Чемпионов и поиграть в Копо-де-Мондо в Кубке Мира пока еще нет. Ну, зато есть шанс играть. А, пока еще нет. Пока еще нет. Шахтерам реально выиграть Лигу Чемпионов? Я очень одному научился с таким вот знаменитым агентом Бразилии. он сказал, он рассказал мне историю, что вот он приводит какого-то игрока в европейский клуб и сказал, ну, вот, клубу тогда, я хочу очень большие премиальные, если вдруг вот клуб выиграет Лигу Чемпионов. А администрация посмеялась, потому что, ну, у них не было шансов там выиграть Лигу Чемпионов. Но потом они выиграли Лигу Чемпионов. Прошло некоторое время. И этот человек заработал очень много денег. Это что за клуб? И что за игрок? Португал. Порту. Порту? Да. Когда они победили. Это твой брат, что ли? Это вермал. Ты прописал. Серьезно, брат прописал. А салит вермал. Браво. Только так надо сказать, браво. Жунир, ну и последний такой челлендж для тебя. Я хочу тебя попросить составить символическую сборную. Ну, давай представим, что ты тренер. Да, еще не бизнесмен, а тренер. Символическую сборную. Давай. Символическую сборную любимых игроков Жуниора Морайеса. Любимых. Неважно, там, из какой страны, из какого чемпионата. Просто игроков, которые тебе нравятся, футбол которых, игра, мастерство которых тебе нравится. Схема какая будет. А, игроки должны быть вот нашего времени. Любые. Твои любимые футболисты. Хоть Пеле. Кокер, поцерк. Неважно. Ну, это будет очень страшно. Ты должна быть страшная. команда, которая может выиграть у Шехтера чемпионат Украины. Окей. 4-3-3. Врата. Валера. Буфон. Буфон, понятно. Справа. Лилиан Чурам. Французский. Чурам. А, Лилиан Чурам. Лилиан Чурам. Ага. Лилиан Чурам. Окей. Канаваро Мальдини. Канаваро Мальдини, два центрального защитника. Лево Роберто Карлос. Роберто Карлос слева. Пока у нас сборная серия А начала двухтысячных. это итальянская защитника. Тяжело. Очень тяжело. Да, тяжело. Кто сказал, что будет легко? Как это? Много игроков? Много в табуле, так где буду играть все? Ай-ай. Зидане. Зидан. Ну, я же говорю, продолжаем. Серия А начала двухтысячных. Да. Роналдинио Гаушу. Роналдинио. И сейчас кто будет оборонять в таком роде? Мне просто интересно, кто такой команды мяч отберет? Перло. Перло. Ну, я же говорю, им не надо оборонять, у них мяч никто не отберет. Да, не надо. Да, это правда. Ай-ай. А теперь самое сложное, потому что надо выбрать три нападающих. Да, это Месси. Месси на фланге будет? Тут справа? Месси направо, да. Направо. Неймар. Неймар. И Роналду Феномено. И Роналду Феномено. Ребята, это не Криштиан, а Роналду Феномено. Да. Да, топ команда. Это моя команда. Топ. Браво. Спасибо тебе большое. Это моя команда. Так, друзья, черга нашего конкурса. Футболочка, игровая футболочка Жунира Марайеса за фотографом. Так. Давай мы предложим нашим зрителям задание. То есть, вот эту вот футболку выиграет тот, кто... Ну, давай, задание ты скажи. Абери. Хорошо. Давай. Как ты назвать мою книгу? Да. Это правильно? Да, это правильно. Это правильно. То есть, пишите в комментариях под этим видео свои варианты названия книги, которую обещает вот-вот написать Жуниор Марайес и Жуниор сам, в принципе, выберет победителя. Какое название ему больше всех понравится, тот автор и получит вот эту вот футболочку.